Вот нам сказки рассказывают, что вот мы куда-то полетим, на какую-то планету полетим. Да, мы, может быть, до Луны еще доберемся, даже, может быть, до Марса сможем долететь. У нас хватит этих ракет, там хватит у нас нашей техники. Мы с этой техникой вроде как сейчас дружим. На самом деле, любая, все техногенные цивилизации, их код один, они изолированы. Космос их изолирует. Никому такая беда не нужна в космосе. И пускай вам не рассказывают сказки, что все космические цивилизации, они техногенного характера. Все техногенные цивилизации, они закрыты. Закрыты и расстоянием, чудовищным расстоянием. Потому что в трехмерии, в трехмерном пространстве расстояния гигантские. Там невозможно ни на каком корабле, то есть материальное, любое материальное какое-то изобретение человеческое, оно не способно пройти до ближайшей звезды Альфа-Центрова, там надо лететь 60 лет. Вот со скоростью света 60 лет с Земли, чтобы до этой звезды долететь. Вы представляете? То есть это практически никак. То есть цивилизация закрыта. Почему? Потому что эта раковая опухоль не должна уйти в космос куда-то. Она должна просто погибнуть здесь на Земле. То есть мы обречены. Мы обречены на уничтожение. Мы должны это понять. Если мы что-то не сделаем, значит впереди у нас катастрофа. Я вчера вам говорил, что политики делают вид, что они все знают. На самом деле ничего не знают. А те, кто управляет нашей цивилизацией, вообще все, что происходит, они маленькие дети. Это отдельная тема, будем говорить на эту тему с вами. Это сознание пятилетнего ребенка, который живет только для себя. Ему хорошо, и он не думает о завтрашнем дне. Ему хорошо вот здесь. Вот он сейчас живет, хватает, тащит все под себя, гребет, и он счастлив. Вот вчера мы говорили о том, что внутреннее и внешнее. Чем они отличаются? Что это? О знании говорили. Но есть понятие иметь, а есть понятие быть. Так вот понятие быть для них отсутствует. Понятие иметь – это все. Быть – это значит быть Богом. А быть Богом – это уйти в вечность, это владеть простояниями, это владеть временем, это быть фактически бессмертным. Но им это не нужно. Они не понимают, что человек фактически, он бессмертен. Он имеет огромный потенциал, гигантский потенциал жить вечно. Но люди этого не понимают. И нас замкнули вот в этих мегаполисах, в этих мегаполисах вот. И эти мегаполисы воспитывают из нас гомо сапиенс, который не является человеком практически. Если по большому счету это не нелюдь, это полная нелюдь. Потому что фактически, если человек живет не на земле, если он не связан с Творцом, если он с природой не связан, а он сам часть природы, он является кем? Он является антагонистом, он является врагом всего творения, то есть Творца. Мы фактически выступаем сейчас как богоборцы. И мы даже этого не понимаем. Мы рождаемся в городе, мы воспитываемся в городе, мы живем в городе, и нам кажется, что только в городе нормальная жизнь. То есть можно жить в городе, все, и так и надо. Здесь что происходит? Я говорю вам, что о коде. Код техногенной цивилизации. Это, во-первых, что? Это изоляция сразу. Изоляция, глухая изоляция. Я вот вчера вам рассказывал немного о том, что когда-то 65 миллионов лет назад примерно такая цивилизация уже была на земле. Вот эти керны достают, окаменелые, да, когда-то разбуривали купола нефтяные, когда-то брали нефть, когда-то брали газ, когда-то это все... Здесь стояли огромные мегаполисы, гигантские мегаполисы. Все это уже повторилось. И когда-то была здесь такая катастрофа, либо она экологическая, либо была военная. Сейчас трудно сказать. Но тогда динозавры все вымерли. Нам сказки расскажут, что упал астероид. Никакого астероида не упало. Я сейчас объясню, почему не было астероидов вообще тогда. Их даже метеоритов не было. Они появились не так давно. Вот. Тогда ничего не упало. Это люди сами уничтожили. Вот это носители сознания, они уничтожили свою планету, на которой они жили и сами погибли. Сами погибли. Осталась там какая-то горская, может быть, несчастная, которая выжила как-то. И животный мир, творец, все-таки воссоздал. Новые появились виды. Это отдельная тема. Я не буду сейчас рассказывать, как это появляется. Это материализация видов и даже живых. То есть, творцу это легко сделать. Когда будем разбираться с теорией Дарвина, теорией происхождения видов, там этот вопрос будем разбирать. Потому что вы должны одну вещь понять. Никогда виды не появляются, допустим, вот десяток особей, никогда, даже два десятка, даже три десятка видов не будет. Чтобы вид расцветал и жил на земле, это несколько тысяч особей. Сразу несколько тысяч особей появляются, сразу. И потом они начинают смешиваться, чтобы генетического, что замкнутого кода не было на вымирание. Понятно? Вот. Значит, здесь вот так. Это отдельная тема, и мы потом ее разберем. Так вот, что получается? Что техногенная цивилизация фактически обречена. Выход какой? Выход есть. Выход, естественно, можно найти. Но захотят ли люди вот этой лазейкой воспользоваться? Это отдельный вопрос и очень серьезный. Я хочу вот, что вам сказать. Когда-то Иисус высказал такое крылатое изречение. Блаженные нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное. Вот с этим вот вопросом, вот что он сказал, вот люди никак не могут понять, что же он сказал. Он как раз говорил о том, он понимал, что произойдет, что эта техногенная цивилизация вот натворит. Все он тогда уже представлял. Он все это знал. Потому что волховское образование, способность видеть то, чего другие не видят, и куда это все идет, он уже тогда определил. То есть тогда уже, вот я вам сейчас говорил, что торговля это грех. Это серьезный грех. Торговля это грех. Действительно, торговля это... Только люди этого не понимают. Это деньги из воздуха. Это просто ты эти деньги что? Ты заработал, обманув кого-то. Но люди этого не понимают. А если взять расточничество, это вообще конец всему. Это вообще конец света. Я сейчас к этому вернусь, к вопросу, вот высказывания Христа. Сейчас мы будем это разбирать с вами, чтобы вы понимали. А я хочу немножко поговорить. Вот я ниже наших ребят, мусульман здесь. Они должны, наверное, кое-что знать из Корана. Так вот, когда стал вопрос перед Магометом, что делать? принимать торговлю или не принимать? Магомет сразу сказал, никакого расставщичества, никаких расставщиков, деньги там или что-то, какие-то товары или там какие-то продукты давать в рост ни в коем случае нельзя. Это великое преступление. Но торгаши, арабы, собрались и начали его за горло брать. А разреши торговать? Он говорит, я разрешаю торговлю. Торговля должна быть, но обменная, без финансов. Вот эту торговлю и разрешил Магомет. Эту торговлю признавал и Иисус. Эту торговлю признает и Будда, и Лао-Дзы, и Конфуция. То есть, все великие учителя, они такую торговлю. Дело в том, что империи древние, они только этим и жили. Вот Египет жил пять тысяч лет. Но вы найдите для интереса египетские монеты, вы их не найдете, просто их нет. Их не было. Хотя золото в Египте было, горы золота, бриллиантов, золото. Египет тащил это золото на себя, слоновая кость там, все у него было. Египтяне были богатейшая империя. До сих пор говорят, если это золото египетское где-то обнаружат, то Египет сможет купить штаты целиком, со всей ее промышленностью. Такие легенды ходят. Просто это золото, все ушло под землю, его скрыли. Перед гибелью империи египетской. Так вот, золото было, а денег не было. Странно. Они что, глупые были египтяне? То есть, что было? Вот какой-то товар имеет какую-то, ну, какую-то ценность. По времени, сколько, вот сколько энергии уходит, чтобы его сделать. Примерно то же самое, кто-то и другой делает что-то другое. И вот они обменивались просто прямым обменом. Бартерный обмен. Он сколько раз нас спасал? Он нас в 98-м году спас. Россию спас. Именно Бартерный обмен. Начали фирмы между собой обмениваться, денег не было, был дефолт страшный, все обвал финансовый. А Россия устояла, не упала, потому что инстинктивно люди вцепились вот в этот Бартер. Потому что это единственный способ выжить. Тогда был. Но как только полегче стало, опять включились деньги. Ну, почему деньги, сами знаете, чужие, не наши деньги. Это уже и политика, это уже другой вопрос. Так вот, что же такое сказал Иисус? Так вот, почему нищие духом? Что такое нищие духом? Вот, некоторые говорят, это дурак полный, это идиот. И почему-то идиоту Царство Божие принадлежит, да? Вот. А нормальные люди, вроде как, они не нужны Богу. Но как-то странно, да? А ведь совсем все по-другому. Ведь этот Иисус-то, он был настолько высок, что он, говоря некоторые фразы, выдавая вот людям истину, да, он не знал, как подобрать слова точно. Это надо тоже его понимать. Он не был ведь, он не был евреем. Он был другим, он был арием, он пришел с севера. И он не знал точного такого выражения, как сказать на еврите, на древнем. Он высказался так, как он мог. Поэтому надо его понимать. Как? Что Царство Божие, то есть человек, человек станет другим и получит связь с Творцом, даже живя где угодно, даже в городе, неважно где, да? Но он только в одном случае, если он не будет ничего желать. Странно, да? Это что, маргинальная личность ничего не хочет? Что это такое? Второе, ничего не знать. Он пытался объяснить, Иисус объяснял вот так, людям, вот, и ничего не иметь. Когда на него ученики открыли рот, смотрели, говорят, ты что, с ума сошел, учитель? Ты что говоришь? Он говорит, ничего не понимаете, о чем я говорю? Что такое ничего не желать? Это не значит, что ты, ты желаешь одного и иметь вот только один вектор своей жизни, нацеленный на движение к истине. Все, все остальное, все остальное тебя не интересует. Ты должен, чтобы идти к истине, ты должен сразу включить в совесть, благородство, честь, чувство справедливости. У тебя огромный вот этот запас запас нравственной энергии весь в тебе. Вот, если человек нравственно совершенен, что ему еще нужно? Он богат, у него и так все есть. Он целостен. Что такое материальное? Это все не есть, завтра нет. Пришли, отобрали и все, и пнули. Это и все. В то время тем более, это было в древние века. Теперь, ничего не знать. Вот, как это ничего не знать? Опять же, его поняли в плоскости. Есть плоскостное мышление, а есть объемное. Его поняли в плоскости. Как это ничего не знать? Ты что говоришь, учитель? Ты что, с ума сошел? Как это? Это вообще ужас какой-то. А он говорит, о чем речь? Есть знания внутренние, а есть знания внешние. Вот, когда вы ничего, вы все забываете, то, что вас учили, все это отбрасываете, это все не ваше, потому что это все придуманное кем-то. А вы связываетесь свое сознание с Творцом, вы ничего не знаете, то, что вам дали на земле, но вы знаете то, что знает Творец. Вы на него выходите, вы с ним связаны. Вы получаете готовую информацию, ответы, вот, готовые ответы на любые вопросы. А зачем тогда вам знания, если вы и так все знаете? Вот, только тут они допетрили, что, о чем он говорит. вот, и третье, ничего не иметь, а зачем человеку иметь что-то, когда у него в друзьях сам Творец, когда он сам Творцом является, и все, что он хочет, у него все будет, достаточно подумать, достаточно только пожелать, закон намерений никто не отменял, зачем копить что-то, зачем складывать, зачем жить ради этого, чтобы все складывать, копить, и это все обслуживать. Дело в том, что материальное в городах, что мы имеем, им уже все обслуживать обязаны, иначе все пропадет. Если там у тебя тысяча шуб, если ты не будешь их нафталином каждый год обсыпать, моль сожрет, то же самое, и даже моль съедает, даже сейчас научилась есть и химию, и все подряд. То есть не только моль, там все, там и мыши, там все, то есть никто не отменял процессы энтропии, чтобы, если ты что-то имеешь, у тебя машина, она гниет, она тоже ржавеет, она, если у тебя пять машин, ну что на одной, ты на пять, на пяти будешь ездить, на десяти что ли, все у тебя там стоят машины. Вот у Брежнева было двадцать шесть машин, ну, ну что он, зачем они ему нужны были? То есть маленький человек, это отдельная тема, будем говорить о маленьких людях, о детях. Большой ребенок, он игрушки складывает, ему интересно эти игрушки обслуживать, он их там протирает, а может и не протирает, даже забывает о них. Ну вот так он устроен. Вот. А когда ты все имеешь, вот в смысле, вот через Творца, когда ты фактически захотел, и у тебя все есть, тут фактически вот получается, что блажен, вот видите, понятно на выражение, блажен, вот, ибо им принадлежит Царство Небесное. То есть получается, что здесь человек, вот устроив, вот перестроив свое сознание, вот на эти рельсы, выйдя вот на это, понимание, да, понимание. Он, даже будучи городским жителем, он меняет вокруг себя все. Он не только меняет вокруг себя, он за собой поведет многих, которые начинают понимать суть жизни. Субтитры создавал DimaTorzok